Всем привет! И мы на канале Надюшка ТВ. Сейчас уйду до кроликов и отвечу на ваши вопросы. Кто-то мне задавал на ватсапе, а кто-то на ютубе. Снимаю я ночью, так как мне днём было некогда. У меня сейчас дистанционное обучение в школе. Первый вопрос. Какого размера клетка должна быть у кролика? Я не знаю, какого размера у меня клетки у кроликов, но примерно я, как знаю, 60 на 60 самое то. Второй вопрос. Сколько у тебя кроликов? У меня 21 кроликов. Это получается 15 маленьких крольчат, 3 крольчихи, которых надо будет уже в конце октября случать, и 2 крольчихи, которые у меня родили. Чем нельзя кормить кроликов? Кролика нельзя кормить кашами, супами, борщами. Также кроликам нельзя давать всю траву. Как я знаю, вроде Лютик кроликам нельзя, так как он убивает кролика на смерть. Третий вопрос. Чем... Ой. Четвёртый вопрос. Сколько у тебя животных? Как их зовут и сколько им лет? У меня 4 кошки. Это Ася, Мася, Краска, Буся. Также у меня есть 2 собаки. Это Маша и Лола. Кроликов у меня зовут... Это Луна. Это Эльза. Это Баффи. Это Лучик. Мелисса. Ноча. Эльзе 5 месяцев. Луне год и 7. 3 месяца Баффи. Ей тоже 3 месяца. 6 месяцев. И Ночке тоже 3 месяца. Крысу меня зовут Фрося и Моня. Получается у меня 4 кошки, 21 кроликов, 2 крысы. У меня ещё есть рыбки-купики, но их никак не зовут. И 2 собаки. Сколько раз кормишь кроличат в день? Я, конечно, не понимаю, какого возраста именно кроличата. Но если считать так, вот таких маленьких кроличат я кормлю 2 раза в сутки. Ну, не я кормлю, а кормит кроличиха. Получается у неё закрыт доступ в маточнике. И у неё доступ только 2 раза в день. А так у меня большинство кроликов постоянно есть корм. Как в школе у тебя дела? В школе у меня дела плохие. Так как у нас дистанционное обучение. А я не хочу дистанционку, так как я её не люблю. Сами понимаете. Много уроков. Скучно. И также в школе весело. Может, друзья есть. Ну, и всё равно учат хоть. Есть ли новенькие в классе? Нет. У нас в этом году новеньких в классе нет. Твои любимые предметы? Ну, у меня нет особо таких любимых предметов. Ну, как это ОБЖ, алгебра. Особо таких нет. Дравится ли тебе осень? Да, мне осень нравится. Любишь петь? Да, я люблю петь. Особенно, когда дома никого нет. Я включу на весь дом музыку и буду петь. А чем кормить кроликов? Есть, типа, специальные корма или что? Да, для кроликов есть специальные корма. Самый не очень хороший корм – это зерно. Зерно очень, как там, шино. Так как там нет для роста кролика. И там нет витаминов. Самый полноценный корм – это комбикорм. И сейчас я вам его покажу, как он выглядит. Вот так выглядит комбикорм. Это полноценный корм. Он для веса, для роста. И там все включено. Трава, сено, витамины. Надя, как у тебя дела? Дела у меня хороши. Все хорошо. Пока что все хорошо. Какие новости? Ну, пока что у нас новости, ребят, даже хороши. Крольчихи родили крольчат. А лучик у нас заработал. И он не пошел на мясо. Так что лучик у нас остается в хозяйстве. И нам не надо покупать самца. Так что мы не зря лучика купили. Он созрел у нас позже. Так что мы попробуем потом с лучиком случить кролих. И посмотрим, какие крольчата получатся. Будут ли веслоухи или нет. Что нужно для того, чтобы завести кролика? Ну, чтобы завести кролика, нужна, конечно же, клетка. И корм. Я буду стараться и снимать видео почаще. Но у меня, к сожалению, этого не получается. Я хотя бы буду выкладывать уже ролики в раз в неделю. Я хочу, ребят, выкладывать каждый день, но у меня не получается. Я, ребят, расстроена, так как у меня ютуб-канал попросту остановился. Я не знаю, из-за чего у меня пропал актив. У меня на каждом ролике по 4 и по 5 лайка. По 2 комментария бывает. Даже вообще нет комментариев. Когда у меня было по 16 лайков, по 20. Люди писали очень много комментариев. Мне было приятно. И так же, получается, мне поднималось настроение, чтобы снимать. А сейчас у меня попросту, ребят, честно, нету настроения снимать ролики. Я как-то себе вытягу и пытаюсь снять ролик. Хоть у меня нет этого настроения, чтобы снимать, монтировать, выкладывать. Так как я понимаю, что это видео попросту бессмысленно снимать. Смысла нет снимать, так как все равно оно берет мало просмотров, мало лайков. И смысл того, что я монтировала его. Итак, канал остановился. Идут отписки. Подписок нет. 404 подписчика уже. Было хотя бы 406. Короче, обидно очень. Я надеюсь, что актив когда-то появится. И я не буду отпускать свои руки. Я буду пытаться снимать для вас видео. Не снимаю бездомных животных я, потому что у нас в этом году их мало. Честно слово вам говорю. У нас их в этом году очень мало. И это же хорошо, что их мало. А что мне снимать? Если нет, допустим, бездомных животных. Я же не заброшу канал. Я снимаю про кролика. Потому что у меня есть хозяйство. Я снимаю, что мне интересно. Так что не обижайтесь. Если получится, будет бездомный котенок, я, конечно же, его сниму. Но сейчас бездомных животных у нас очень мало. И это хорошо. Так что, ребят, я надеюсь на ваш актив. Я буду пытаться хотя бы кроликов снимать каждый день. Рассказывать какую-то информацию. Допустим, о болезнях. Вот как вам идея там? О болезнях. Рассказывать, когда там, допустим, случать кроликов. Когда отсаживать малышей от крольчихи и так далее. Если хотите, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду потихоньку снимать про это. Может, видео сниму какое-то. Крольчиха хочет пить и кушать. Так что я сейчас напою, накормлю. Так что, всем пока. До новых встреч. Встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка ТВ. Надюшка ТВ.